После выхода в свет популярного телевизионного сериала Эртугрул, приковавшего к себе внимание зрителей, в многих странах казалось, что ни один турецкий сериал не сможет быть ему достойной ровней. Разве что романтичная и не вполне правдоподобная история султана Сулеймана, описанная в сериале «Великолепный век», может конкурировать с ним по рейтинговым показателям, а то и превосходить его. Однако турецкая киноиндустрия представила массовому зрителю очередной исторический бестселлер – многосерийный фильм о жизни и деятельности многострадального османского султана Абдулхамида II «Право на престол». Это правдивая история о правителе огромного исламского государства, который практически в одиночку сдерживал натиск европейских империалистов и всеми силами пытался удержать на плаву идущую на дно Османскую империю. Так, каков же жизненный путь этого благочестивого правителя и в чем трагичность его судьбы? Абдул-Хамид появился на свет в 1842 году, когда на Кавказе бушевала многолетняя Кавказская война. Его отец Абдул-Маджид тоже был султаном и вошел в историю как первый османский правитель, сделавший ставку на вестернизацию или, проще говоря, европеизацию Османской империи. Его мать Таирмишкан имела черкесские корни, что означает наличие у Абдул-Хамида кавказских корней. Впрочем, ему не довелось всецело почувствовать на себе материнскую заботу. Она скончалась, когда ему было всего лишь 10 лет. Его воспитанием занималась мачеха, которая по сути заменила ему безвременно ушедшую мать и прекрасно справилась с этой задачей. Абдул-Хамид был очень привязан к ней. Кроме родного турецкого, Абдул-Хамид владел арабским и персидским языками. Обучался он у лучших учителей своего времени, особо углубившись в историю, суфизм и литературу. Абдул-Хамид поднаторел также в военном искусстве, отлично фехтовал и владел огнестрельным оружием. Султан провел свою юность в поисках знаний, вопреки тому, что его враги изображали как невежественного человека, который с трудом мог читать и писать. Он изучал турецкий, персидский, арабский и французский языки и часто читал стихи, так как увлекался чтением книг по истории, в том числе истории Османской империи, помимо сильной любви к чтению. Он даже заказывал перевод статей, приходившие к нему журналы и иностранные газеты. Занятия спортом и физическая подтянутость были в какой-то степени визитной карточкой будущего султана. Абдул-Хамид имел широкий кругозор, интересовался политикой, уделяя особое внимание положению своей страны в мировой геополитической системе. Что касается его увлечений, то их много, в том числе фехтование с мечом, стрельба из пистолета, плавание, гребля на лодке, верховая езда и охота. Он также увлекался коллекционированием редкого оружия, а его самыми известными хобби были плотницкие работы. Абдул-Хамид известен своим благочестием и приверженностью религии. Он никогда не прекращал молитвы или пренебрегал поклонением. Его дочь Аиша говорит о нем. Мой отец совершал пять ежедневных молитв вовремя и читал священного Корана. И он много ходил в мечети, особенно в месяц Рамадана.